Рассказ «Лёгкое дыхание» представляет собой некую феерически гениальную и идеальную композиционную модель рассказывания истории по-русски. И из этого следует вторая причина, почему мы будем сейчас его читать. И долго будем его читать. То есть буквально первые полтора часа мы будем заниматься тем, что будем читать «Лёгкое дыхание». Этот рассказ построен по той пронзительно-гениальной композиции, по которой может быть построен идеальный репортаж. Фактически композиция «Лёгкого дыхания» – то, что сделал Бунин в «Лёгком дыхании» – это модель для написания блистательного репортажа. Вот мы сейчас попробуем понять, как Бунин это делает. Давайте, пожалуйста, вспомним ваше филологическое образование. И вспомните, пожалуйста, в чём разница между фабулой и сюжетом. Есть такое понятие фабулы и есть такое понятие сюжет. Кто помнит, чем они отличаются? То, как дело было. Вот как эта ситуация, как эта история разыгрывалась в реальности. Вот ещё рамка искусства не поставлена. У нас есть, перед нами есть дикая необработанная реальность, внутри неё что-то произошло. Это фабула. Ну, там разные существуют споры по этому поводу. Томашевский одно говорил, там Жермунский говорил другое. Фиг с ними. Они немножко спорили не в том смысле определения, а в смысле, что, как назвать. Кто-то называл сюжетом, вот этот хронологический порядок. Кто-то фабулой, неважно, это споры там, это нас не интересует. Договоримся, что фабула – это то, как дело было в реальности. А сюжет – это то, как его рассказал автор. Как он вообще интервью, как он вообще, в какой последовательности он всё изложил. Вот давайте мы с вами попробуем сделать то, что, по-моему, в 1924 году с рассказом «Лёгкое дыхание» сделал замечательный русский психолог Лев Выгодский. Всё не забываю, на каком месте ударил. Выгодский, Выгодский. Читаем «Лёгкое дыхание» и внимательно смотрим, выделяем там куски, которые могут быть хронографированы. Вот это у нас будет линия времени. Как вообще может строиться композиция? Вот если бы мы с вами читали сейчас рассказ Ионыч Чехова. Помните Ионыча? Да, да. Молодой врач приезжает в город Энн, знакомится с семейством этих самых Туркиных, влюбляется в их дочку. Тра-та-та заканчивается всё тем, что этот врач становится толстым, неопрятным, жадным. И про Трусовы говорит, а, да, это вот те самые, у которых дочка играет на пианинох. Композиция рассказа – тоже один из самых великих рассказов на русском языке. Композиция рассказа примитивна. Вот просто пронзительно примитивно. Вот есть «Стрела времени», вот он приехал в город Энн, вот этим заканчивается рассказ. Вот последовательно Чехов рассказывает всё это, с чего начиналось, через что проходило дело и чем закончилось. Вот Бунин делает совсем не так. С чего история Оли Мещерской начинается? История, фабула. Вот это мы сейчас рисуем фабулу. Фабула. Как было дело? С чего начинается? Детство. Просто детство. Детство. Дальше типа юность. Правильно? Что там ещё было? Что хронографируется? Вот что мы можем выстроить в хронологическом порядке? Там была какая-то история с гимназистом Шиншиным. Правильно? Роман с Шиншиным. Значит, первое у нас – детство. Второе у нас – юность. Третье у нас – Шиншин. Вы записывайте это. Вы записывайте. Вы что сидите-то? Записывайте это. Шиншин. Где-то тут, в этой юности, что происходит? До этого. Верните, расставьте события, описанные Буниным, в хронологическом порядке. Ключевая деталь – история про лёгкое дыхание, когда классная дама подслушивает Олен разговор. Чем заканчивается этот рассказ? Классная дама подслушивает Олен разговор с подружкой, и Оля говорит ей про то, что она в отцовской книжке прочитала про это самое лёгкое дыхание. Где-то в этой юности происходит этот эпизод с лёгким дыханием. Дальше что происходит? Ну что дальше-то происходит? Чё, 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 чё? Встреча с Малютиным и совращение. Пятое. Малютин. Встреча с Малютиным и совпадением. Дальше. Встреча с Малютиным и совпадением. Чего? Ну давайте я буду говорить. Последняя зима. Последняя зима. Правильно, казачий офицер. Казачий офицер. Где-то тут же происходит сцена разговора с начальницей гимназии. Вот эта блестящая сцена. С начальницей гимназии. Дальше. Ну что дальше-то было? Там событий-то мало очень у Бунина. Там вообще предельный лаконизм, собственно. Убийство. Убийство. Ну и в конце концов могила. Кладбище. Кладбище. В этом рассказе есть трепетная загадка, на которую я, например, с трудом могу дать ответ. Положите себе эту загадку в голову и подумайте о ней сами. Почему он вводит эту классную даму, которая ходит к ней на могилу, причем он очень внимательно и тщательно рассматривает этот образ классной дамы. Вы прочитали сам рассказ-то? Нет. Так читайте, он у вас лежит. Чего вы сидите-то? Читайте. Зачем в конце этой истории Бунин вводит фигуру этой классной дамы? И он рассказывает ее биографию. В принципе, мы должны бы здесь написать, нарисовать еще одну линию жизни вот этой самой классной дамы. Если это у нас Оля Мещерская. Мещерская. То здесь у нас должна быть классная дама. И у этой классной дамы Бунин подробнейшим образом рассказывает ее биографию. С чего начинается ее биография? Она живет выдумкой. И первая ее выдумка – это что? Это брат. Увлечение братом. Брат. Вторая выдумка. Чего там она? Служение идее? Что-то такое. Идейная труженица она. Идейная труженица. И третье ее увлечение, последнее. Предмет думы и чувств. Предмет думы и чувств Оля Мещерская, собственно говоря. О.М. Вот, так сказать, история жизни этой классной дамы, которая переходит от одной несбыточной мечты к другой, к третьей и так далее. Поехали, как бы. Зачем Бунин вводит эту классную даму? Вот это загадка, по поводу которой спорят, ну, на самом деле, огромное количество специалистов очень давно. И именно в уста этой классной дамы абсолютно серые мышки. Бунин понимал в женщинах, в кого бы он влюбился. В Олю Мещерскую, которая девочка не про что, которая девочка с коленками, как бы, всего-то. Или в идейную труженицу. Вопрос на засыпку, вопрос к мужчинам. Бунин понимал в женщинах. В кого бы он влюбился? В классную даму. Да ладно! Да ладно! В классную даму бы он влюбился. Мужчины! Конечно, волю! Конечно, волю! Так опустить русскую интеллигенцию! Просто трудись! Трудись! А я буду слушать легкое дыхание. Большая мысль, между прочим. Ни слова не сказал. Просто так закомпоновал. Значит, на чем мы остановились-то? Положите себе в голову, не отвечайте сейчас, не орите. Просто подумайте, зачем он вводит вот эту самую классную даму. Это непонятно. Почему он резко меняет точку автора? Сначала он рассказывал, а потом вдруг он переходит и смотрит на мир глазами этой самой классной дамы. Подумайте, но не отвечайте сейчас. Значит, вот мы нарисовали с вами вот эту самую фабулу. А теперь давайте посмотрим, чего же, собственно говоря, Бунин из этого сделал. Это фабула. Теперь рисуем сюжет. Это у нас будет сюжет. С чего он начинает? С кладбища. С кладбища, с конца. Вся интрига разрушена. Дальше что идет? Все, девочка умерла. И мы это узнаем в первых строках его произведения. Дальше что идет? Детство. Дальше идет юность. Дальше идет шин-шин. Дальше что идет? Последняя зима. Последняя зима. Какой у нас? Шестой. Последняя зима. Дальше что идет? Начальная зима. Начальница гимназии. Дальше что идет? Малютин. Малютин. Нет, Малютин. Только в дневнике ее появляется, собственно говоря, сама сцена изнасилования. Дальше по тексту что идет? Вот заканчивается сцена у начальницы гимназии. Убийство. Убийство. Казачий офицер. Казачий офицер. Казачий офицер. Тут появляется. Правильно. Малютин. Малютин и совращение. Дальше идет вот эта вставка с классной дамой. И вот только тут появляется вот это вот легкое дыхание. И заканчивается все опять кладбищем. Вот так по сравнению с чеховским Иунычем, где все кристально просто. Вот начали, потом, 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 чем закончилось. Бунин делает вот такой вот клубок. Вот такую вот совершенно хаотически, совершенно разрушает вот эту самую хронологическую нитку. А теперь возникает вопрос, зачем? Зачем он это делает? И вообще, что он хочет этим добиться? Вот чего он хочет этим показать? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, к чему приходит Бунин в конце? Какой вывод заставляет, к какому выводу приводит читатель Бунин? Есть такой, тот же Выгодский, описывает такие психологические практики, ну, как бы сейчас сказали бы, как экстремальная психопсихиатрия, экстремальная психология, когда людям в состоянии тяжелого стресса, горя, трагедии, какого-то тяжелого переживания дают читать легкое дыхание. И, доходя до конца, человек испытывает ощущение глубокого выдоха. Вот как все спадает. Происходит какое-то такое освобождение и расширение грудной клетки, когда тебе становится легче дышать. Вот этот эффект от рассказа «Легкое дыхание» зафиксирован, давно зафиксирован психологами, и давно ими используется. Так вот, скажите мне, пожалуйста, к чему хочет подвести читатель Бунина? И приводят. Последняя фраза. О чем эта последняя фраза? Что он вообще... Что он хочет вообще сказать? Может быть, я думаю, что жизнь снова возрождается. То есть она умиральна, а все равно возрождается. И в этом есть смысл. И пока это легкое дыхание летает в этом холодном воздухе, жизнь... Есть смысл жить. Жизнь все равно прекрасна. В жизни все равно есть смысл. А вот теперь давайте подумаем о том, что, собственно, Бунин сделал. Сама эта история – это история из газеты «Жизнь». Грязнее, омерзительнее, ниже, отвратительнее, грязнее этой истории. Трудно что-то придумать. «Совращение малолетних» – это кошмар. Это криминальная хроника. А Бунин рассказывает ее так, что в конце концов ты выдыхаешь и говоришь – жизнь прекрасна. Вот это то, что происходит в финале очень хорошего репортажа. У вас есть сюжет, у вас есть фабула, реальность. Что произошло в реальности? Из этой реальности вы делаете некий сюжет, вы как-то это рассказываете. Вот так, как Бунин. И в конце концов вы приходите к какой-то сверхидее. Вы делаете это так, что читатель садится на осанке на вершине горы. Читая ваш репортаж, он едет с этой горы, ему некуда свернуть. И в конце концов эта поездка заканчивается большим трамплином, где его выбрасывает в счастье и кайф. О чем бы вы ни написали? Вот это то, что Аристотель называл катарсисом. Помните определение катарсиса у Аристотеля? Когда форма преодолевает содержание. Это понятие Аристотель выводит из композиции трагедии, из описания трагедии. Что такое трагедия? Все умерли. Это когда все очень плохо. Это когда все очень плохо закончилось. Но трагедия становится трагедией, когда ты описываешь это так, что в конце концов ты выскакиваешь из этого театра со страстным желанием жить. Вот это Аристотель называет катарсисом, когда форма преодолевает содержание. Пожалуйста, давайте мы сейчас с вами сделаем вот такую вещь. Давайте мы разобьемся на две команды. Вот так вот. Это правые, это левые. Давайте попробуем эту историю переписать. Давайте представим себе, что у нас есть некий набор фактов. Мы их перечислили. Это фабула. Давайте попробуем эту историю рассказать в двух вариантах. Вот левые будут рассказывать эту историю от имени Льва Толстого, а правые будут рассказывать эту историю от имени газеты «Жизнь». Что такое газета «Жизнь»? Газета «Жизнь» – это прекрасная газета. В 90-е годы была газета «Спидинфо». Потом у нас стала газета «Жизнь», к этому ряду газет можно отнести газету «Здоровый образ жизни», «ЗОЖ». Это прекрасные издания, ослепительно желтые, которые рассказывают истории, например, про то, что Алла Пугачева тайно вышла замуж за Барака Обаму, но во время бракосочетания была украдена инопланетянами. Но это Кремль, кровавый режим, это скрывает. Вот это газета «Жизнь». Газета «Жизнь» – это опора нравственности, потому что газета «Жизнь» всегда говорит, кто негодяй. Обязательно. Негодяй Обама соблазнил нашу чистую, прекрасную Аллу Пугачеву, а инопланетяне еще большие негодяи, потому что они вообще попрали все человеческое. Инопланетяне закричали нечеловеческим голосом и украли эту самую Аллу Пугачеву буквально из-под венца. Газета «Жизнь» всегда говорит всем сестрам по серьгам. Это главный принцип газеты «Жизнь». Кто негодяй, а кто жертва. Кого надо погладить по голове, чтобы никого не оставалось сомнений. Обама – негодяй, Алла Пугачева – жертва. Вот это обязательно прозвучит красной нитью. Понятно, да? То есть газета «Жизнь» – это такая блестящая, разнузданная просто желтизна. Понятно как бы, да? Вам нужна, ваша задача – рассказать эту историю. А тут есть чего рассказать-то. Тут, так сказать, просто материал горячий совершенно. Просто просится, так сказать. Газеты «Жизнь» очень хорошо оплачивают. Руби-знак – это, я вам должна сказать, гонорар. Очень неплохой. Вы можете вообще собраться как-то кучно. Не обязательно писать. А просто составьте план, как вы будете компоновать вот эти вот факты, которые вам сообщает Бунин. Понятно, что про то, как он это написал, про сам рассказ Бунина, вам нужно забыть. Только факты. Оставьте только факты, которые вам сообщил товарищ И. Бунин с мест, так сказать, событий. Как вы их расставите для газеты «Жизнь», чтобы получить вожделенный рубь за знак? Толстой. Что такое Толстой? Это длинный предложение. Как вы себе представляете Толстого? Длинный-длинный предложение на полстранице. О чем предложение? Длинный-длинный предложение о чем? О чем? Что? Возвращение, трагедия, погоды, накладывающие кайфы. Душа! 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 По мере, чем Толстой совершенно пришиб Европу, европейскую культуру. Глубиной заныривания. Два классика. Диккенс и Толстой. Положите Диккенс рядом с Толстым. Диккенс – это детский сад, штаны на лямках просто. Это байка просто. По сравнению с Толстым, с мерой его глубинного погружения в этот тончайший, трепетнейший психологизм своих персонажей. Помните этот блестящий диалог Пьера Безухова в «Войне и мир», когда его в плен берут в Москве, захваченный французами, и он там с каким-то полковником, да уж, его вызывают на допрос. Они обмениваются за эти несколько страниц несколькими репликами. Все остальное – это Толстой исследует, что в этот момент чувствует Пьер Безухов, что в этот момент чувствует вот этот самый французский полковник. Тончайшие там километры описаний, как они играют глазами, что там у них мелькнуло, что там где у них там повернулось. Это вот все вот там вот. Вот Толстой – это тотальный реализм, это такой асфальтовый каток. Вот салон Анны Шер, все, поехали, как бы. Там комар носа не поточит, там, ну, как, это абсолютная иллюзия того, как есть на самом деле. Это чистая иллюзия, это искусство. Но Толстой ее создает. Бунин играет. Бунин нам все время показывает. Бунин – модернист уже, это совершенно другая эпоха. Бунин нам все время показывает. Я играю – это искусство. А Толстой не дает нам даже подумать об этом. Это реализм. Протащите себя через эти ощущения. Пьера Безухова, Андрей, умрите с Андреем Болконским. Родите вместе с Наташей Ростовой. Это Толстой. Расскажите эту историю с точки зрения Толстого. Вы Толстой. Вы можете сделать это коллективно, так сказать. Не надо писать просто композицию. Как это будет выглядеть в исполнении Толстого? Ну, вот я так думаю, что это Наташа Ростова, гибрид Наташи Ростовой и Анны Карениной. Начало Наташи Ростовой и финал Анны Карениной, как бы. Соединяем, получаем Олю Мещерскую. Как вы это закомпонуете? Как у вас получилось? Ну, это должно быть хронологически. Это должно быть... Ты моя умница. Во-первых, это должно быть хронологически. Во-вторых, как это будет? Сколько страниц это будет занимать, во-первых? Очень много. Много. Прилично. Ну, может быть, не 4 тома, но, может быть, в пару томов мы уложимся, так сказать. Да. Из чего это будет состоять? Описание. Описание. Каждый. В глубоком периференании. От лица каждого героя будет написано в конечном. Умница. Правильно. Толстого не было. Вот посмотрите, с чего начинается русский модерн. Вообще, вот кого из писателей вы могли бы назвать первым представителем русского модерна в литературе? Ну, таким уже вот заметным. Не Короленко, не вот эти знаньевцы, как бы непереходный вот этот вот период. Что? Чего? Тогда. Русский модерн начался тогда. Чехов. Чехов. С чего он начинает? Он начинает с того, что у него всегда камера автора стоит за плечом героя. Вот у Чехова во всех рассказах всегда есть один герой, за которым он ходит, и его глазами показывается жизнь. Но показывается так, что за этим героем стоит автор, и мы видим как бы две системы координат. Система координат, внутри которой герой смотрит на жизнь, и система координат автора, с которой автор смотрит на жизнь. И мы уже ассоциируем себя сами с точки зрения автора, смотрим в спину этого героя, смотрим, как он смотрит на мир, и мы можем оценить А – мир, Б – героя. Такая, получается, двойная оптика, но всегда в центре внимания Чехова один герой. Всегда, железно совершенно. Вот это уже модерн. Ни для Толстого, ни для Достоевского, ни для кого, ни для Тургенева, ни для кого не было даже вопроса, как я могу перескочить из души Андрея Балконского, который лежит, умирает, в душу Наташи Ростовой, которая сидит рядом с его постелью. Даже вопроса не возникало. В модерне он уже возникает, в модерне это уже сложно сделать. Вот это начало, вот этот порог Достоевский в предисловии «Кроткой», у него есть чудесный рассказ, кстати, «Кроткой», почитайте. А у этого рассказа есть чудное совершенно предисловие, очень короткое. Рассказ называется «Кроткая», и у него есть подзаголовок «Фантастический рассказ». Ничего фантастического там нет, кроме предисловия. И вот в этом предисловии Достоевский задает совершенно по Достоевскому шизанутый совершенно вопрос. А как я узнал, говорит Достоевский, что у них делается в головах? Вот это совершенно сумасшедший вопрос, который в принципе не мог прийти в голову Толстого, который бог. Как он? Как? Я их создал. Как я? Это мои дети. Хочу придушу, хочу это самое, женю. Вот у Достоевского впервые в истории русской литературы возникает вопрос, откуда я знаю, что вот у него делается в голове. И он находит там чудное совершенно обороты, что ну давайте, пусть это будет фантастический рассказ, как будто я подсмотрел за ними в замочную скважину, говорит. Вот поэтому это фантастический рассказ, ничего фантастического там нет. Значит, ну ладно, значит, во-первых, будет внутренний монолог на несколько страниц Оли Мещерской, внутренний монолог Малютина. Казачьего офицера. Казачьего офицера обязательно, который любит руку. То есть на том, что правильно он делает все это. Да, да, да. То есть там будет и начальница гимназии, которая следит за порядком, как бы, да. И трагическая вот эта последняя сцена. К чему вы придете? К какому выводу вы придете? Служила. Нет, заслужила это. То есть мне отмщение и азбаздам, эпиграф Канни Карениной. Да. То есть вот если ты будешь, это самое, со всеми гулять направо и налево, вот что с тобой будет. Правильная мысль, да. К такой мысли, кстати, приходит и Выгодский. Он большой был, был большевик Выгодский, писал это в 1924 году. И там на бедную Олю Мещерскую повешены все собаки. Что она была, не была знакома, что она была заражена вот этой буржуазной, так сказать, вот этой вот развратом, вот этим вот всем, что вот она, значит, не была знакома, значит, с проблемами пролетариата и так далее, и так далее. Поэтому Выгодский большевик, он все совершенно честно, искренне это все писал. Как бы по Выгодскому Оля вообще просто отстой, просто полный совершенно. Про Малютина он вообще ничего не говорит, это жертва, так сказать, Олиного распутства. Значит, что получается, значит, у нас? То есть, в общем, вывод такой же примерно, как Иване Карениной. Мне отмщение, Иоаз вас дам. Это эпиграф знаменитый Канни Карениной, нельзя приступать к закону. Скорее всего, это скажет Толстой. Так, отлично. Что у нас скажет газета «Жизнь»? Как будет выглядеть это в исполнении газеты «Жизнь»? Итак, сначала заголовок. Так. Несовершеннолетняя девушка убита украинским офицером после изнасилования. Украинский, так как он казак. И мы, ну, для газеты «Жизнь» это одинаково. Сепаратист? Сепаратист, да. Или нет, подождите, сепаратисты, они, так сказать, ДНРФЦ. А это, то есть правый сектор. Правый сектор. Правый сектор, отлично, да. Дальше вот без Лиды идет сразу предусловие, что вот она была такая хорошая, она из богатой семьи, что она была вообще такая целомудренная вся, жизнерадостная. Ээээ, никогда. Нет? Никогда так не делает газета «Жизнь». А это образ... Репортажное начало. Вы, журналисты, репортажное начало. Просто запишите где-нибудь на лбу себе, на бумажке, на плече, сделайте наколку. Репортажное начало. Сразу, никаких, никаких вот этих размазываний. Первая сцена какая? Убитая девушка на вокзале. Такого-то числа, такого-то там Марта на вокзале города Н раздался выстрел. Прекрасная юная девушка упала в грязь перона. Кошел. Вот это репортажное начало. Дальше будут читать. Это газета «Жизнь». Первое, что ты должен сделать, это выцепить внимание читателя. Сразу вцепились, внимание читателя зацепили. Дальше уже поехали. Да, то, что она из богатой семьи, жизнерадостная, целомудренная, что позже она завела вот это вот знакомство с богатеньким, что он ее изнасиловал, но дело замяли, так как он богатый. Но в один прекрасный день произошла страшная трагедия. Дальше. Там есть кусок из дневника. Только у нас, только один раз в газете «Жизнь». Это самое, дневник, подлинный дневник Ольги Мещерской. Жертва изнасилования. Дневничок прилагается. И что это нанесло психологическую травму. Что из-за этого она начала общаться. Жизнь Оли была сломана. Да, жизнь Оли была сломлена. Средствия сняли, потому что он богатый, у которой есть крыша. Да, 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 да. Можно добавить тему про банду педофилов, работающих в гимназии. Как бы там же еще начальница гимназии замешана. Она же его сестра, собственно говоря. Давайте не будем делать вид, что она ничего не знала. Она все знала. Так, дальше. В общем, она была сломлена. Из-за этого она познакомилась вот с этим ветераном правого сектора. От отчаяния, да. От отчаяния, конечно. Она не могла принять, потому что он ужасный человек, он вообще отвратительный. Как он может быть украинцем, ветераном правого сектора. Это все плохо, и она его отвергает. Что это даже для нее слишком низко, но он же плохой человек. И он, конечно, не выдерживает этого. Она не могла пережить речей, порочащих ее родину. Да. Отлично. И поэтому он пьяный, едва попадая в нее. Даже не обязательно с пистолета, он ножом ее убивает. Вот штыком своим. Любят сейчас 120 этих ножевых ранений. Да, да, да. С спины еще обязательно. Да, да, да. После этого идут мнения о ней. И вот ее начальнице, что она была очень общительная, вот это, как вы там... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Репортажное начало, репортажный финал. Закончить тоже. Если ты начинаешь с убийства, то закончить нужно тоже, может быть, сцены убийства, но более расширенной. А крупный государственный чиновник мстит за дочь? Может быть, может быть, что-то такое. Официальные власти. Мнение можно дать в подверстие. Нет, но официальные власти закончили расследование, но к делу подключается электрофункция. Кто подлец? Кто главный? Обязательно. Газета «Жизнь» обязательно должна сказать, кто подлец и кто герой. Ну, правосед. Казачий офицер, негодяй. А жертва у нас кто, соответственно? Светлая, прекрасная, прекрасная, чистая Оля. Отлично. Замечательно. А теперь давайте все-таки посмотрим, что делает, собственно, Бунин. К чему я все это клоню? К чему я все это... Зачем я все это вам пытаюсь рассказать? Одну и ту же историю можно рассказать совершенно по-разному. И одна и та же история может стать материалом для совершенно принципиально разных откровений. Сразу простой вопрос. Бунин говорит, Бунин судит кого-то? Ни слова вообще. Вообще. Малютин и Малютин. Казачий офицер и казачий офицер. Никого, ни звука. Теперь давайте попробуем посмотреть, понимаете, вот какое отношение все это имеет к репортажу. Ваша главная задача, как журналиста, как автора, это отклеить историю от жизни. Оторвать ее от того безликого потока реальности, который мы наблюдаем. Понимаете, жизнь не имеет рамки. Трамвай проехал, бабушка повесилась, листик упал с дерева. Все через запятую. Все это бесконечное документальное кино, где тебе показывают равномерно все. Но в какой-то момент нам нужно поставить эту рамку и сказать, вот она история. И в этот момент происходит вот этот процесс, он очень трудноуловимый. Понимаете, есть такая очень распространенная репортажная фишка, акинство. По принципу, что вижу, то пою. Вот идет журналист по улице, вот он встретился с таким-то интервьюируемым, вот он ему то-то сказал у этого интервью. Обычно такие акины, у них очень хорошая зрительная память, они хорошо описывают детали, портреты и так далее. Но они рассказывают вот как есть, так сказать. И хорошо могут рассказывать. Только смысл в этой истории, вот ты читаешь это и задаешь себе вопрос, а нафиг я это читаю? Это лонгрид. Это 10 страниц с мелким шрифтом, 10 полос. А зачем я это читаю? Вот такого вопроса, когда ты читаешь Бунина, не возникает. А когда идет вот это вот акинство, когда ты описываешь вот это все через запятую, вопрос зачем возникает? В чем проблема? Журналист не отклеил историю от жизни. Журналист не увидел в ней вот этого прибавочного смысла, который увидел Бунин. Это фантастика рассказать грязную историю про изнасилование и убедить читателя, что жизнь прекрасна. Вот уж все самое главное происходит вот здесь, вот в этом промежутке. Вот этот человек взял и отклеил историю от реальности. Не отклеенная история, эта бабушка сидит на заваленке под подъездом и рассказывает, ой, а Петька-то из третьей квартиры налево ходит от своей Нинки. Там ничего нет, там есть только канва как бы. А Бунин расскажет это так, что ты увидишь, для тебя это будет пронзительным опытом, пронзительным откровением. Вот это называется отклеить от реальности. Увидеть в истории смысл. Как это делает Бунин? Посмотрите, как много там назывных предложений. Вот это вот «Апрель», «Дни серые», «Оля Мещерская». Мало глаголов, но эти предложения назывные, какой эффект они создают? Присутствие. Вот, да, смотри, смотри, да. Где здесь автор? Вот где здесь стоит автор? Где могила и где автор? В каком они, так сказать, сочетании находятся? Территориальном, так сказать, географическом. Вот могила, вот автор. Автор смотрит на могилу и нам говорит, вот смотрите, вот этот памятник, вот этот «Апрель», вот эти «Дни серые», вот эта «Оля Мещерская». Много пауз, мало глаголов. Вот вчитайтесь вот в эту ритмику второй части. Если первая часть, вот эти короткие назывные предложения, то вторая часть как пошла? Как пошла интонация? Что там много? Чего там много? Много каких-то деталей, описаний бесконечные, прилагательные. Все это зажурчало, зажурчало. Безо всяких пауз уже ничего нет. Побежал, 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 ручеек такой. Значит, и вот смотрите, сначала Бунин просто вбивает в вас гвозди. Одна интонация, один ритм. Вот это репортажное начало. Вот этот эффект присутствия. Потом дальше раз, 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 побежала, побежала. Никаких глаголов, одни прилагательные, причастные обороты. Какие-то детальки, какая-то фитюльки, какие-то фигня, какие-то коленки там начнутся, руки испачканы этими самыми чернилами, какие-то первоклассники, какие-то прически, задравшись. Юбка, все это. Где автор? Вот там автор был. Вот могила, вот автор. Вот, они все рядом как бы. А где здесь автор? Уехал. Ой, очень далеко. Это панорама. Вот если там был крупный план, то сейчас это панорама, какие-то издалека, что-то такое, воспоминания, какие-то мелочи, детали. То, что называется в литературе видения, ретардация, замедление. Вот там, в начале, там было действие. Отсутствующий глагол, он там чувствуется. Вот это наличность, вот оно. Это есть, есть, смотрите. А здесь нет действия. Здесь вот как-то уехали, как-то вот что-то такое, какая-то панорама, детали. И эти детали будут идти дальше, дальше, дальше до конца последней зимы. Издалека, издалека автор смотрит, что-то такое вспоминает. Дальше опять начинается что? Начинается сцена разговора с начальницей гимназии. Нашла? Да, да. Читай. Здравствуйте, Магданя Мещерская. Да там однажды начинается. Однажды. И вот однажды. И вот однажды. Нашла? Давай, читай. Да, да. Громко. Однажды на Большой перемене, когда она вихрь носилась по сборному залу, гонявшихся за ней и блаженно лежавших первоклассников. Я вас очень прошу, секунду. Я вас очень прошу, сейчас девушка будет читать, вы тоже следите глазами. И пожалуйста, отметьте в этом отрывке, в этой сцене диалога с начальницей гимназии детали. Вот это совершенно гениальный пример того, как Бунин работает с деталями. На каких деталях он фиксирует внимание читателя. Поехали. За мной. Ну, давай прямо с этого, с диалога уже начинай. Здравствуйте, мадемуазель Мещерская, сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязания. Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения. Я слушаю мадам, ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на яйце. И присела так легко и грациозно, как только она одна умела. Слушайте, вы меня будете плохо. Я, к сожалению, не убедилась в этом, сказала начальница и потянув с нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская. Первая деталь. Клубок. Дальше. Поднимала глаза. Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, сказала она. Мещерская очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет. Так хорошо дышавшие морозные дни, теплом блестящей голландки и свежестью ландышей. Блестящая голландка, ландыши. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то представительной зала. Народный набор, молочный, аккуратный, как хлебовый, в волосах начальницы и вжидательно молчала. Вы уже не девочка, многозначительно сказала начальница, тайне начиная раздражаться. Да, мадам, просто почти весело ответила Мещерская. Но и не женщина, еще многозначительнее сказала начальница. Ее матовое лицо слегка заолело. Прежде всего, что это за прическа? Это женская прическа. Я не виновата, мадам, что у меня хорошие волосы, ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову. Ах, вот как, вы не виноваты, сказала начальница. Вы не виноваты в прическе, не виноваты, что вы не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельке в 20 рублей. Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка. И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее. Простите, мадам, вы ошибаетесь. Я женщина. И виноват в этом, знаете кто? Друг и сосед папы. А ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне. Отлично, отлично. И дальше Бунин ставит троеточие. Еще раз, детали. На что делает наезды. Вот эта сцена, она фантастически голливудская. Вот просто это кино. Это просто идеальное кино. Вот камера едет, что она выхватывает? Где крупный план? Клубок, ландыши. Голландка. Голландку. Пробор обязательно. И что еще? Что? Портрет. Портрет. Портрет царя. Посмотрите, какая прелесть. Вот тут же как бы, ну, немножко как бы надо понимать, из какой ситуации это написано. Это 16-й год. Это вся Россия борется с самодержавием. Идет война, в стране хаос, продуктов не хватает. Транспорт дает сбои. Вся государственная система рушится, лезет по швам, так сказать, государство обнаруживает свою полную неспособность управлять. Вся страна борется с самодержавием. И вдруг Бунин пишет портрет молодого прекрасного царя, написанного на фоне какого-то. Подставьте другое имя. Как это тогда читалось? Как это может читаться сейчас, если там будет портрет другого человека? Если не писать... Ну, понимаете, о чем я говорю? Луч утреннего солнца играл на лысине Путина, сфотографированного где-то на фоне стерхов. Не знаю, что... Ни слова про кровавый режим. Ни слова про руки по локоть в крови. Вот прекрасный молодой Путин в лучах восходящего солнца. Но механизм заводится ассоциативно. Точно так же он заводился и в 16-м году. Молодой царь, нарисованный на... А вся страна борется с самодержавием. Вот Бунин работает с деталью очень... Просто исключительно тонко, исключительно кинематографично. Бунин, значит, мы перечислили. Клубок, голландка, ландыши, пробор начальницы, молодой царь. Вот Оля это произносит. То есть понятно, что нам заговорили зубы. Что здесь делает Бунин? Цветочки, молодой царь, проборчик, клубочки, трансфер. Та-та-та. Бац! Мир рухнул. Взрыв произошел на фоне этих клубочков. Ландыши. Мир рухнул. Девочку уничтожили. Девочки сломали жизнь. Что произойдет? Бунин ставит... Вы оператор. Бунин ставит троеточие. Но у вас еще работает камера. Что произойдет? Дальше. Вы снимаете. Вот у вас эти детали. Клубок, ландыши, молодой царь, пробор. Что произойдет? Дальше. Как будет сцена? Допишите эту сцену. Что там будет? Спицы из рук. Значит, она вскочит, например, клубок покатится. Вот эта голливудская деталь. Клубок покатится. Царь висит. Ничего не случилось. Ландыши пахнут. Голландка греет. Клубок покатится. И это Бунину даже не обязательно говорить. Он уже все расставил. Всех этих действующих лиц. Все эти клубки, все эти ландыши. Вот это совершенно гениальная сцена. Значит, вы понимаете, да? Вернемся немножко. Репортажное начало. Вот нас мордой, значит, ткнули в эту могилу. Этой девочки. Дальше Бунин отскакивает назад. Начинается эта ретардация. Вот побежала, побежала, побежала. Потом опять наезд. Бунин здесь. Репортажная картинка с деталями, с этой внутренней динамикой, которая заканчивается взрывом. Дальше что делает Бунин? А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый в любейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежал он. Что это такое интонационно? Вот это самая ретардация, которая уже была в самом начале. То есть, понимаете, как нам Бунин задает вот эту ритмику. Сначала удар, вот эта могила, вот эти назывные предложения. Потом он отскакивает и побежала, побежала, вот этот вот дальний план, вот этот общий план. Потом опять наезд, опять удар. И мы ждем, мы-то уже умные, мы же уже опытные, так сказать, мы же уже это переживали. И мы ждем, что сейчас опять начнется вот этот общий план, вот эта ретардация. И что делает Бунин? Стоп. Вот посмотрите, как Бунин строит фразу. Вот он ее строит абсолютно по принципу вот этой самой ретардации, которую мы уже, которую мы уже имели, так сказать, в начале, во второй части, как бы, да. Масса деталей. Нужна эта вот эта толпа, только что сошедшая с поезда. Нужно там вот это описание этого прыщавого, этого казачьего офицера. Это фигня. Это ничего не значит. Это масса деталей. И в эту массу незначащих деталей включен один глагол, который все взрывает снова. Мы нас только что потрясли, нас только что взорвали. Мы хотим выдохнуть. Как говорит мой коллега, замечательный репортажник, Дима Соколов-Дмитрич, читателю все время надо давать в глаз. Вот он только расслабится, вот он только думает, что все, он уже обо всем догадался, он все понял, а ты вот тут в глаз. Разрушать ожидания читателя. Ваш текст все время должен быть непредсказуем. Детектив должен заключаться внутри фразы, внутри того, как вы строите. Все время оборачивать сюжет, непредсказуемыми гранями. Все время поворачивать, плести повествование так, чтобы читателя все время ждали открытия. И вот это застрелил, вот это то, что делает текст из талантливого гениально. Вот так зашить. В первом случае вот этот взрыв, и во втором случае, сделав между ними очень маленький промежуток, вот это фантастическая совершенно вещь. Значит, дальше пойдет вот эта ретардация, вот этот самый дневник. Оля, прочитай, пожалуйста. Кем вы написали следующее? Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась. Нынче я стала женщиной. Папа, мама и Толя все уехали в город. Я осталась одна. Я была так счастлива, что одна. Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу. Секунду. В чем стилистическая особенность вот этого отрывка? В чем? Как меняется стилистика вот на этом кусочке? Чего, чего, чего? Пытается рассказать обо всем. Вам это говорили, что это одна из главных ошибок журналиста, пытаться рассказать сразу обо всем. говорили вам об этом? Это очень, правда, это очень правильно и очень, очень важная мысль. Когда человек начинает писать, ему сразу кажется, сейчас я все скажу, сейчас я вот все скажу. Не скажешь, не надо так думать. Очень простая фраза. Вы у Бунина не найдете ни одной фразы, построенной по схеме сказу подлежащие, сказуемое дополнение. А Оля строит фразу так, как учили в гимназических учебниках грамматики сказу, подлежащие сказуемое дополнение. Она учится, она ученица. Она пишет так, как написано в учебнике по русскому языку. Это Розенталь. Дитмарин Марович красный флаг поднимался над пионерским лагерем. Вот так же пишет Оля. Очень просто, очень прозрачно, совершенно другая, очень детская, очень наивная, очень простодушная, очень чистая стилистика. Что она дальше пишет? Я утром гуляла в саду, в поле, в ладность, и мне казалось, что я одна по всем мире. И я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла. Под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула папа в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя. Сказала, что приехал Алексей Михайлович. Скажите мне, пожалуйста, секунду, что это за девочка? Какая она? Но она наивная в смысле дура-дура? Нет, просто. Или какая она? Верит в мир. Что громче? Верит в мир. Позитивная. Верит в мир. Правильно. В детстве мы все переживаем это счастливое время, когда Бог, мир и я образуют неразрывную комбинацию, когда все едино, когда мы все части одного церва. И это состояние абсолютного счастья, когда все совпадает с самим собой. Угновение с мгновением жизни, жизнь и красота с красотой. И кажется, что этот божественный мир, который ты в раю, как это француз, немецкий физиолог Геккерн в конце 19 века сформулировал замечательную формулу антогенез повторяет, филогенез повторяет антогенез. Человек повторяет историю человечества. Мы все переживаем изгнание из рая в конце детства. Наше детство – это вот тот рай, то единое, совершенное, совершенная форма бытия, когда нет разницы между нами, Богом и миром, когда все едино. И в какой-то момент этот мир рушится. И вот с этого момента нам нужно придумать, зачем нам жить в этом ужасном мире, полном грязи, подлости, предательства, измены, негодяйства, дураков и так далее. Мир разрушается. Это конец детства. Значит, вот Оля находится еще в этом состоянии неразрушенного детства, когда этот мир еще един. Конец. Прочитай, пожалуйста, этого отрывка. На сколько? Ну, где-то вот здесь. Я не понимаю, как это могло случиться? Я сошла с ума. Я никогда не думала, что я такая. Теперь мне один выход. Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого. Когда она говорит, теперь мне только один выход, что она имеет в виду? Вот мне тоже кажется, что это самоубийство. Вот мне тоже кажется, что она делает совершенно... У девочки рухнул мир. Ее сломали об коленку. Она не... Ну, как у нее нет. Она не находит вот этой самой ключевой мотивации, чтобы объяснить себе необходимость жить дальше. Это чудовищное отвращение к себе. Девочку можно понять. Вот она же там пишет, да? Я никогда не думала, что я такая. Отвращение испытывается ко всему и к себе, и к миру. И это невосстановимо, вот эта гармония. Просто девочке уже было все равно. То есть то, что она придумывает с этим казачьим офицером... Казачий офицер был просто повод. Ну, она просто шла к этому вполне сознательно. Так. Чего мы сейчас должны сделать? мне кажется, что... Понимаете, вот дальше начинается территория, дальше надо сделать вывод. Я этот вывод сделала для себя. Я этот вывод делала пять лет. И это такая территория, где вы можете встать и сказать, а я не согласен. Я считаю, как пишут в Фейсбуке, что все совсем не так. Но я вас очень прошу этого не делать. Вообще, культура и искусство, и тем более искусство слова, это такая вещь, где вопросы не могут решаться голосованием и большинством, где культура – это вещь, которая должна нас изменить. И как она нас изменит? Это наш с вами личный, очень индивидуальный труд. Не путайте свободу с правом... Это обращение к вам, как к журналистам. Не путайте свободу с правом говорить все, что не попадя. Вы понимаете, когда Собянин сносит ларьки, и мы встаем и говорим, а, Собянин негодяй, все куплено, продажный режим, Путин вор. Мы высказываем, я считаю, если вы так делаете, это значит, что вам в Фейсбук, но не в журналистику. Что должен сделать журналист? Вы должны пойти к хозяину этого магазина, который зальет вас слезами и соплями. Вы должны посмотреть на его документы и узнать, кто владелец этого помещения. Наверняка владельцем будет субарендатор. Вы должны пойти к этому субарендатору. Он вам скажет, кто, собственно, арендатор. Потом вы там через 10 шагов дойдете до хозяина этого ларька. И, скорее всего, в 99% случаев обнаружите, что это криминальный авторитет. Потом вы пойдете в Мосгордуму, посмотрите на законы, на основании которого это было сделано. И вы узнаете, что, собственно, снос ларьков был полностью основан на правовом поле Москвы. И вот тогда у вас это займет недели-две как минимум. Вас побьют по дороге пару раз, вас обольют грязью 10 раз. Но вот тогда вы сможете встать и сказать, а я знаю, у меня есть мнение по поводу того, как это было. И ради бога, если вы журналисты, пожалуйста, не надо говорить о том, что Путин козел, что вывел из Сирии войска. Вы знаете историю сирийского государства? Вы знаете историю взаимоотношений нефтяных корпораций на территории Сирии? Вы знаете историю этого самого ИГИЛа, этой самой сирийской оппозиции? Вот когда вы все это узнаете, вот тогда вы сможете встать и сказать, а вот, да, и я вас уверяю, вы скажете совсем другое. Понимаете? Для того, чтобы иметь мнение, я как-то разговаривала с Жоржем Нева, это такой знаменитый французский словист, он очень хорошо говорит по-русски, вот так парня перекосило в молодости, он очень полюбил Россию, приехав сюда в 54-м году, любовь взяла, полюбишь и козла, вот он полюбил Россию. И с тех пор непрерывно сюда ездит, и считается одним из ведущих специалистов в Европе по России. И мы с ним начинаем разговаривать, он мне начинает говорить, что вот Россия должна любить своих соседей, вот Россия, она должна сделать вот это, вот это, вот это, вы должны объяснить Путину, что вот это, вот это, вы должны вывести войска с Украины, вывести войска из Сирии, потому что Россия, если ты христианская, люби своих соседей. Я ему робко говорю, господин Нева, вы не боитесь вот сейчас вот так сложная, такая сложная ситуация, вы не боитесь иметь мнение, ведь вот так все травматично, вот, а вдруг мы окажемся неправы, вдруг вот мы вот как-то. На это Жорж Нева так посмотрел на меня так с ласковым презрением, с таким нежным и сказал, я приехал из страны, где каждый имеет свое мнение. Я так подумала, боже мой, вот совсем как у нас, совсем как в России, боже мой, вот, понимаете, вот оставьте мнение для сантехников, а вы должны знать, как было на самом деле, вы должны разобраться. И вот, когда вы разберетесь, вот тут вот вы должны начинать отклеивать эту историю от Земли, от реальности и искать в ней этот смысл. Про что вам рассказали? Про что это было? Нельзя рассказать историю просто так, только бабушка у подъезда рассказывает историю про Петьку и Нинку просто так. А журналист должен, как это, в этом его, так сказать, прибавочную, он создает прибавочную стоимость смыслов. Он создает вот этот прибавочный продукт. Про что? Метафоры чего? Темы чего? Расскажу вам пошлую историю, но очень, ну, так сказать, как мне кажется, полезную, так сказать. У меня был такой момент, когда я снимала комнату в Москве, снимала ее у пожилой медсестры, которая была под 60, и она принадлежала к числу тех счастливых женщин, которые постоянно выходят замуж. и вот она, эта хохотушка, такая девчонка, хохотушка, такая, ей уже под 60, она прекрасно выглядит, сплетница, болтушка, хохотушка. И вот у нее три ухажера, и она никак не могла из них выбрать, за кого из них выходить. замуж, вот один пьет, другой что-то там малого зарабатывает, третий старый совсем, вот что-то такое. И все это, конечно, оказывалось у меня на голове, за это я все смиренно слушала, она меня очень любила. И так она меня любила, что даже поставила мне в комнату свой, ну, это были еще далекие времена, когда кино смотрели на видеомагнитофонах. Помните, такие коробочки, в них вставляются еще одна коробочка, значит, это самое. И вот она поставила туда ко мне этот видеомагнитофон, значит, со словами, вот, да. Но при этом сказала, что когда меня не будет, а я там бывала довольно редко, она будет тоже пользоваться этим видеомагнитофоном. А мне тогда очень нравился такой режиссер Питер Гринова. Я его все время смотрела и все время рекламирую. У меня почти вся его фильмография была. И вот какой-то одной своей подружке я говорю, слушай, вот Питер Гринова трататала, она мне говорит, дай посмотреть. Я ей приношу, значит, коробочку с контрактом рисовальщика, это ранний фильм Гринова, и говорю, Лен, ты знаешь, это такой сложный язык, такой художественный сложный, вот, метафору такую он использует. Вот, ты только не бросайся, тебе может не понравиться сразу, только не бросайся сразу. Посмотри, первые там 20-30 минут, и ты поймешь, что он имеет в виду сказать, и потом ты будешь смотреть уже не отрываясь. Ну, отдаю ей, значит, эту коробочку, значит, в 12 часов ночи Лена звонит мне, значит, по телефону и матерится страшно в трубку. Значит, выяснилось, что в мое отсутствие хозяйка смотрела на этом видеомагнитофоне эротику, плейбой, и поменяла коробочки, значит, и под видом контракта рисовальщика Ленке достала, значит, вот, и Лена мне, ты понимаешь, я 40 минут, она, вчитываюсь в этот сложный художественный язык, и я уже почти все поняла, я уже, да, я поняла всю эту высокую метафору, которая, а там происходит, значит, черное что на экране, на 40-й минуте она увидела этого зайчика плейбойского там в уголку вот этот сам. Понимаете, к чему я все это рассказываю? Так устроено наше восприятие, когда нам что-то рассказывают, когда нам ставят эту рамку искусства, мы ищем смысл, мы начинаем отвечать автоматически, мы начинаем отвечать на вопрос зачем, для чего нам это, чем нас хотят обогатить, из какой вечности нам рассказывают эту историю, историю надо рассказать не из реальности, из вечности, из универсума, там, где мы все Оли Мещерские, там, где мы все Бунины, там, где мы все Малютины, начальницы гимназии, вот из этого вселенского универсума надо рассказывать, тогда вы найдете вот эту прибавочную стоимость, что я хочу сказать про Бунина, что делает Бунин здесь, конец 19 века, происходит разрушение христианской системы координат, происходит разрушение христианской ценностной парадигмы, и человек остается, вот этот маленький, несчастный, страдающий человек, остается, в общем-то, брошенный на произвол судьбы, уже довольно трудно сказать Бунину, Андрею Белому, Александру Блоку, и утешить их этим, что, когда они умрут, претерпев вот это все, Первую мировую войну, революцию, и так далее, и так далее, когда они умрут, они попадут в рай и будут счастливы, вот уже как-то вот это не утешало. И нужно было придумать, что делает Бунин. Вот Бунин, как мне кажется, не просто рассказывает историю Ремещерской, он пытается сконструировать какую-то новую мотивационную модель для того, чтобы оправдать это существование. Вот посмотрите, как он рассказывает. Там же нет ни... То есть все крупные планы, которые он делает, они мимо кассы. Они мимо всех... Ну, как сделал бы Толстой? Правильно? Там это... Да, эта сцена изнасилования заняла бы полтома. Что думает Малютин, что думает Оля, что там, как это все там у них происходит? Это было бы там страниц 50, как бы. Это вообще его не интересует. У Бунина это вообще нет. Все закопано, зашито в детали, в эти клубочки, в эти... толпу, сошедшую с поезда. Какая-то это начальница, это же классная дама, которая там влюблена в это легкое дыхание. Какие-то... все ушито в детали. Нет истории самой, вот этой вот кровавой хронологии, собственно говоря, ее там нет. зачем Бунин это делает? Вот мне кажется, что он пытается смонтировать новый способ мотивационный. Давайте попробуем посмотреть на жизнь как на красоту. Давайте попробуем. мы не первый раз замужем. Мы знаем, что Малютин подлец, что это начальница гимназии дура, что этот казачий офицер идиот. Мы знаем, мы это все знаем. Что мы можем с этим сделать? Надавать пощечин этому Малютину, посадить этого казачьего офицера, от этого в жизни в мире станет меньше зла? Нет. Не станет. Мы никого не исправим, мы никому ничего не объясним. Но давайте будем искать в этом мире вот это легкое дыхание, растворенное в этом холодном апреле, в этом холодном воздухе. Давайте искать там красоту. И может быть вот это та самая красота, про которую говорил Достоевский, что она спасет мир, вот может быть эта красота нам поможет выжить. Может быть она-то как раз и спасет этот мир. Что происходит в модерне? в отличие от великого русского реализма, который имитировал реальность так, что комар носа не подточит. Модерн все время тебе говорит, это игра, сыграй со мной. Модерн все время предлагает тебе как-то обратиться с реальностью, что-то с ней сделать. Уже она вся изучена, уже про нее все сказали реалисты. А теперь давайте в этом дерьме надо как-то жить. Но давайте с ней будем играть, давайте как-то будем ее смотреть на нее каким-то специфическим взглядом. Вот Бунин предлагает этот взгляд. в 41-м году, когда он начинает писать свои великие темные аллеи, он повторяет тот же прием. Он пишет эти темные аллеи для того, чтобы протянуть руку помощи страдающей России, борющейся с фашизмом. Ни слова про фашизм. Ни слова. Это книжка про любовь. И в этом есть смысл. В этом есть смысл.